В Самаре приняли изменения в городской бюджет на текущий год, и они касаются увеличения доходной части на 273 миллиона рублей. Учитываются как средства вышестоящих бюджетов, так и собственные доходы. Деньги направят на социальные нужды. Решение одобрили депутаты городской думы. В заседании принял участие и исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Подробнее в нашем сюжете. Бюджет города увеличился на 235 миллионов рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов. Куда направить средства обсуждали на заседании городской думы при участии исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Деньги, поступившие в бюджет из вышестоящих источников, направят дополнительно на социальные статьи расходов, на пособия, а также выплаты воспитателям детских садов, молодым школьным учителям, а также на повышение других педагогических ставок. Кроме того, за счет перераспределения в бюджете собственных средств в размере почти полтора миллиарда рублей проведут дополнительный ремонт систем отопления в дошкольных учреждениях, выполнят реконструкцию пищеблока в загородном оздоровительном центре «Заря», а также проведут работу по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения «Самарское реальное училище». Это период сейчас завершения работ, вопросы софинансирования, связанные с дорожным фондом, связанные и с капитальными ремонтными аварийными, которые у нас были в сети образовательных организаций, в целом социальной сферы. Увеличивается план по собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2024 году на 38 миллионов рублей с учетом текущей динамики поступлений. Кроме того, принято решение в соответствии с федеральным законодательством повысить налог на роскошь. Федеральный закон, который был принят, мы приводим в соответствие наши нормативные акты муниципальные. Этот налог, который касается людей, в чьей собственности находится недвижимое имущество с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Кто имеет дорогие объекты недвижимости, будет платить несколько больше. Таким образом, доходы бюджета за 2024 год составят более 55 миллиардов рублей. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует...